Время новостей на телеканале ЛАБА, в студии Левица Океан. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Новая бактериологическая лаборатория открылась на территории Центральной районной больницы. Декада боевой казачьей славы началась в Лабинском музее истории краеведения. Город мужества и славы под таким названием на Лабинском автодроме состоялся военно-спортивный праздник. Лабинцам будут точнее ставить диагнозы. На базе Центральной районной больницы в новом здании торжественно открыли бактериологическую лабораторию. На базе Центральной районной больницы открыли бактериологическую лабораторию. Светлые коридоры, современное оборудование для исследования разных видов бактерий предусмотрены отдельные лаборатории. Получили прекрасную лабораторию. В крае таких лабораторий я не видела специально построенных. Удобно, хорошо, все предусмотрено. У нас еще никогда не было лаборатории как таковой. Это были приспособленные помещения, в которых мы обитали порой все инфекции в одной комнате. А теперь вот все разъединено, все разобщено, все предусмотрено так, как положено санитарными нормами и правилами. Лаборанты смогут выявить наличие микроорганизмов в биологическом материале, найти возбудителя инфекции и помогут терапевту определиться, какие антибиотики следует назначить пациенту. Оценила новую лабораторию заместитель главы Лабинского района Инна Хаустова. Сегодня состоялось открытие бактериологической лаборатории на территории Центральной районной больницы. Знаковое событие. Я думаю, что в любом случае, что бы мы ни открывали, это все делается во благо людей. Мы знаем, что в этом году начал реализовываться национальный проект здравоохранения. Лабинский район не стоит на месте. Конечно, мы идем только вперед. И это один из тех небольших шагов, которые мы начинаем реализовывать для увеличения качества и продолжительности жизни наших жителей. Ремонт бактериологической лаборатории осуществлялся за собственные средства Центральной районной больницы. То есть, смогли и изыскали возможность провести работы по ремонту. Мы были здесь в летний период, видели проводимые работы. И вот, как говорится, долгожданный момент настал. Юлия Сухомлинова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». 22 февраля в Лабинском музее состоялось открытие декады боевой казачьей славы. В рамках проекта «Сохраним прошлое ради будущего» из Родниковского музея передали уникальный экспонат – черкесскую героя кущевской атаки Михаила Грачева. Декада боевой казачьей славы. Под таким названием пройдут мероприятия в Лабинском музее, посвященные героям-казакам. Первая из них состоялась в преддверии Дня защитника Отечества. С сегодняшнего дня каждый день у нас будут проходить ежедневные бесплатные мероприятия для учеников школ, средних образовательных учреждений, в которых мы будем рассказывать о земляках, участниках 4-го гвардейского кавалерийского корпуса. Основной, конечно, рассказ будет посвящен знаменитой кущевской атаки. Сегодня из Родниковского музея передали нам уникальный экспонат – это боевая черкеска Михаила Федосевича Грачева, удостойного ордена Ленина за участие в кущевской атаке. В музее собрались ребята из станиц Родниковской и Чемлыкской, а также 7-й школы города Лабинска. Почетный гость атаман Лабинского городского казачьего общества Василий Козлов рассказал казачатам о 4-м гвардейском кавалерийском корпусе, который во время Великой Отечественной войны первым встретил врага. С началом войны генеральной ставкой Верховного главнокомандства была поставлена задача создать 100 кавалерийских дивизий и отправить их на фронт. И эта задача была выполнена. И казаки мобилизационного возраста от 18 до 50 лет ушли на фронт. И к осени 1941 года все мобилизационные ресурсы Кубани были исчерпаны. На фронт ушли все, кто мог носить оружие. Но враг стремительно прорвался на территорию Советского Союза. И кубанские казаки приняли решение, обратились к райком тогда Краснодарского края с просьбой создать тогда 17-й гвардейский корпус из казаков не мобилизационного порядка. То есть на фронт пошли те старики и юноши. Это 60-летние казаки, которые не подлежали призыву. И молодые ребята, которым на тот момент исполнилось 17-16 лет. Многие приписывали себе возраст. И вот этот корпус в 1942 году первым встретил врага на родной Кубани. Деката казачьей боевой славы даст возможность подрастающему поколению узнать что-то новое из истории малой родины. Лилица Океан, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». Город мужества и славы. Под таким названием на Лабинском автодроме состоялся военно-спортивный праздник. Его провели в рамках месячника военно-патриотической работы, который в этом году проводится под девизом «Воинский долг в честь и судьба». Площадка для манёвров учебных автомобилей в этот раз – военный плац. Буквально через несколько минут по нему пройдут будущие защитники Отечества, демонстрируя строевой шаг и патриотическую песню. А пока приветствие от районной администрации и городской. Позвольте мне от имени главы администрации муниципального образования Лабинский район поприветствовать вас на этом замечательном спортивном патриотическом празднике, поздравить вас с наступающим днём защитника Отечества, пожелать вам здоровья прежде всего, крепости духа, и чтобы именно каждый из вас стал той надеждой и опорой для слабого, но прекрасного пола. Сегодня будет много интересных спортивных мероприятий, показ боевой техники. Вам однозначно, я думаю, понравится. И в проведении различных состязаний вы покажете свою сноровку и азарт. Показательные выступления кинологической службы войсковой части 3219 стали приятным сюрпризом. Перед началом соревнований военнослужащие продемонстрировали работу собак, которые задерживают в этом случае условного преступника. Спокойный нарушитель проходит рядом с молодыми крепкими ребятами в коммунистерной форме, пройдёт в сумку и внимание. И аплодисменты этому замечательному бойцу четырёх лапах. В военно-патриотическом празднике участвовали команды школ, Лобинского аграрного техникума, Лобинского социально-технического техникума и медицинского колледжа, молодые предприниматели и волонтёры. Школьники старательно маршируют и запевают строевую песню. В основном поют «Катюшу». Распитали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег «Катюша», На высокий берег над рукой. Триотическое воспитание – это одно из важнейших направлений вообще в политике молодёжной сейчас. И в данных соревнованиях, я думаю, что фаворитом была девятая школа, поскольку форма в целом у всех одинаковая. Есть, конечно, небольшие отличия, поэтому как бы девять, а не десять всё же. Но зато командная работа у них на достаточно высоком уровне. То есть, видно, командир поддерживает порядок в строю. Красочная, в полном смысле слова, часть соревнований – игра пинтбол. За сетчатым ограждением идёт нешуточный бой. Команды надёжно защищены спецодеждой и масками. В тире стреляют из пневматической винтовки, а возле него разбирают и собирают автоматы. Мы чтим память всех павших воинов, а также воинов в Афганистане, которые пали, за, чтобы мир был в стране. Я считаю, что данное мероприятие очень важно для нас, потому что мы представляем, что будет в нашей службе, нас к этому готовят, и я думаю, что нам это очень сильно поможет. Пока участники соревнований состязаются на перекладине, перетягивают канаты, бегают на скорость, для них готовится обед. Каша гречная с говядиной и чай краснодарский. Подкрепляем ребят, которые прибыли на соревнования. Название акции «Город мужества и славы» подтверждается тем, что на Лобинской земле живут люди, которые защищали и защищают свою родину. Среди наших земляков – герои Советского Союза, герои социалистического труда и герои России. И сегодняшнее поколение молодёжи – достойная смена, готовая встать на защиту рубежей. Хочу сказать, что воинский долг – это честь и слава. Повторюсь же, как девиз этого месячника выглядит. И хочу сказать, что служба в армии – это наш долг. Мы должны отдать долг родине, то, что она нас скормила и то, что мы на ней родились. Желаю победы сильнейшим. Все парни молодцы. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». В Лобинске в 4-м микрорайоне открылся аптечный пункт сети «Апрель». Наш следующий сюжет на правах рекламы. Не секрет, что работа аптечной сети означает огромную социальную ответственность. Возможность покупателя пользоваться выгодными предложениями, имея для сети «Аптек Апрель» первоочередное значение. «Аптеки «Апрель» – это наша благодарность клиентам. Это лучшее, что мы могли сделать для тех, кто выбрал нашу сеть. Программа лояльности нашей аптеки – это особые условия для всех участников и наше бесконечное спасибо. «Апрель» приложил все усилия, чтобы достичь главной цели – помочь клиентам минимизировать расходы на товары категории «Здоровье и красота», и сэкономить семейный бюджет. Участие в программе лояльности позволяет покупателям приобретать товары по наиболее выгодным ценам в городе. Наша карта позволяет существенно экономить при покупках и быть всегда в курсе наших акций и предложений. Помимо лекарственных препаратов, можно приобрести и другие товары для дома и семьи. Ассортимент стал шире. Фармацевты помогут сориентироваться в товаре, который удобно расположен на стеллажах. Аптека принимает наличный и безналичный расчет и проводит акции, предлагая выгодные цены на отдельные товары. Кроме медицинских препаратов, в аптеке «Апрель» можно приобрести косметику по уходу за лицом и телом, средства гигиены, товары для детей, канцелярские принадлежности и бытовую химию. Аптека «Апрель» работает в круглосуточном режиме и расположена по адресу город Лобинск, улица Мира, 192. Таким был сегодняшний выпуск. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok